Я начинаю полорать, стучать ногами. Да, ты там враг России, но все равно я тебя люблю. Запад вообще не понимает, что такое Россия и кто мы такие вообще. Ты берешь, идешь, убиваешь человека. У нас стреляли постоянно. Нечего было ездить. А вот сейчас они пытаются пнять у меня маму. Ты на войне. Очень красивая. Умная, дико талантливая, работоспособная, смелая, честная, знаменитая, странная. Если честно, моя любимая. Я считаю ее на сегодняшний день лучшей русскоязычной журналисткой. Лена Костюченко, привет. Привет. Лен, тебе 34 года. Из них 17 лет. Лайна жизни. Работала в новой газете, которой сейчас нет. Лайна жизни. Лайна жизни. Лайна жизни. Я очень реактивный человек. когда у меня все медленно доходит на самом деле. И вот только в последние несколько дней я действительно полноценно начала понимать, что новый больше нет и что я больше не там. И у меня периодически случаются истерики, знаешь, как четырехлетки, которые привели в магазин за любимое мороженое, а любимого мороженого нет. То есть все остальное есть, а его нет. И вот у меня такое же ощущение лечь на пол, орать, стучать ногами. Но у меня, к счастью, есть работа, у меня есть книга, которую я сейчас пишу. Она для меня очень-очень-очень важна. Я уже придумала план, договорилась с редакторами, с переводчиками. С переводчиками, то есть это не будет книга для русского читателя? Почему она будет и для русского тоже? Просто я хочу, чтобы она сразу была и для западного, потому что на этой войне я поняла, что запад вообще не понимает, что такое Россия и кто мы такие вообще. Мне кажется, мы сами не понимаем, что такое Россия и кто мы такие вообще. А, по крайней мере, последние три месяца я не понимаю, что такое Россия и кто мы. Ты понимаешь, кто мы. И дальше я должна сказать слово «Они» про своих соотечественников, которые поддерживают войну. Слушай, ну тут я могу только сослаться на работу великого Шура Буртина, который сделал в «Медузе» вот этот текст «Зайти во тьму и нащупать там человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Судя по тому, что рассказывает Шура, это, конечно, люди чувствуют свою уязвимость, людям страшно, и люди группируются вокруг того, что им кажется сейчас самым сильным. Самым сильным им кажется российское государство, поэтому они группируются вокруг него. Десять лет назад, я вам припомнила, что это было десять лет назад ровно, мы с тобой встретились в Осло. Нам с тобой вручали очень важные журналистские награды, такой малый Нобель, в общем, премия Буцириуса. Я просто сейчас подумала, что десять лет назад тебе было двадцать четыре. И это так, да. А ты была с мамой. Ты была с мамой, я познакомилась с мамой, мы долго с ней разговаривали. И мне было очень важно проговорить с ней. Хотела услышать, как она постепенно тебя принимала, какая ты есть, и приняла. А сейчас как, мама? Принимает ли она то, что ты уехала, и вряд ли быстро вернешься? Принимает ли она, что ты на войне? Она и окей, что я на войне. Ну, то есть, как окей, конечно, она за меня очень боится и переживает. Но это не первая была моя война, поэтому она, в принципе, уже умеет с тем, как жить, если твоя дочь на войне. Что как бы с ней плохого происходит, это то, что она находится под облучением телевизора. Ну, то есть, она смотрит телевизор, и та интенсивность пропаганды, тот эмоциональный накал пропаганды, который через нее каждый день идет, по многу часов, он, конечно, ее меняет. Ну, например, она мне там несколько дней назад позвонила и сказала, что я продаю свою страну Западу. Что я предательница, и что я продаю свою страну. И очень тяжело быть мамой предательницы. И я такая офигела. Ну, толком разговора не получилось, потому что была плохая связь. А потом она мне сразу что-нибудь перезванивает и говорит, как твои дела? И тут уже меня просто взорвало. Ну, то есть, ты не можешь одновременно меня обвинять в предательстве моей страны и спрашивать, как у меня дела. Вот. То есть, типа, там, да, ты там враг России, но все равно я тебя люблю. Ну, то есть, я не хочу играть в эти игры. В общем, я не ужасно кричала, и мы потом не разговаривали много дней. И вот сейчас вроде как опять начинаем разговаривать. Мне близкий человек очень важную мысль сказал, вот, буквально вчера. Про то, что нас всех, как бы, вот с этой войной, нас всех очень сильно ограбили. Ну, то есть, даже не про деньги, а вот про какие-то вещи, которые у нас были, а теперь больше нет. И очень важно не дать им отнять у нас что-нибудь еще. Вот сейчас они пытаются отнять у меня маму. И это человек, за которого я буду бороться. Это человек, за которого я буду бороться, вот, прям до последнего вздоха. Поэтому, понятно, что, ну, то есть, мне, что кричать, тут, как бы, смысла нет. И обижаться тут смысла нет. Тут просто нужно стремиться сохранить нашу живую любовь, которая есть. Вот, вопреки всему, что с ней происходит, что со мной происходит. И помнишь, что тогда Усла, она так гордилась тобой. И ей все очень нравилось. Она гордится мной, она любит меня. Но ей за меня очень страшно. И когда, как бы, ей все время страшно. То есть, она мне там, в последний раз, когда мы разговаривали, она проговорила такую вещь, что я боюсь, что я тебя больше не увижу. Ну, то есть, ей 75, у нее не очень хорошее здоровье. И просто мама, почему она для меня такой важный человек? Ну, то есть, мое детство прошло в 90-е, где в Ярославле это был полный пи***ц, как бы, по-другому не сказать. И, ну, то есть, у нас стреляли постоянно под окнами, нечего было есть. И я, Ярославль, у меня была только мама. И я у нее только была. То есть, мы были друг другу, другу вдвоем во всем этом кошмаре и аду. И поэтому я как-то привыкла, что вот в ней, вот, ну, сосредоточение всей любви. То есть, понятно, что я уже взрослая, там, у меня есть любимая девушка, у меня есть, там, любимые друзья, любимая редакция была. Ну, то есть, как бы, у меня много к тебе, где есть любовь. Ну, вот, она такая все равно для меня очень важный человек. Ты уехала из России в первый день войны. И ты уехала в первый день войны на войну. Да. В Украину. Откуда уже не вернулась. Так, все-таки мы с тобой обе очень хорошо знаем Диму Муратова. И понимаем, как он относится к журналистам, особенно к своим. Девушка на войне. Как он тебя отпускал? Слушай, ну, к счастью, ситуация в журналистике уже не такая ужасная, как она была, там, 10 лет назад, когда я, там, только начинала ездить по горячим точкам. Сейчас, по-моему, общим знанием, это показала вот эта война, общим знанием стало то, что женщины на войне работают лучше и эффективнее мужчины. Поэтому все военкоры, российские, которых я видела на войне, это были девушки. Нам проще. Почему? Расскажи про это, расскажи. Нас не воспринимают всерьез. Нас не боятся. На войне очень важно, чтобы тебя не боялись. Потому что если люди тебя боятся, тебя могут пристрелить, избить, взять в плен, там, начать, там, какие-то действия в отношении тебя. Вот. Если тебя не боятся, то ты можешь ходить, задавать вопрос, смотреть. Совершенно удивительно. Недавно разговаривала с Владимиром Сорокином, берлинцем тоже. Он год назад закончил книгу, которая еще не опубликована. Женскими глазами. Война женскими глазами. Читал отрывки. Ну, конечно, как обычно, Сорокин пешками пишет, да. И вот ты сидишь передо мной, а я только что после Сорокина, да, мне еще потряхивает про женщину на войне. Но ведь все равно страшно. Мы же знаем прекрасно, что и женщин не жалеют. Мы же все это видим. Ну, конечно, конечно. Но тут надо понимать, когда едешь на войну, надо понимать, что это такая большая хуровая лотерея. Ну, то есть ты можешь умереть. Ты готова? Да. Ну, то есть я, когда езжу, и когда у меня есть такие, когда там особо острый переживаешь свою смертность, я обычно думаю, о чем я жалею. И обычно оказывается, что ни о чем. Что я, в принципе, жила ту жизнь, которая мне нравилась, которую я считала правильной. Я много работала, я любила, меня любили. Ну, то есть все хорошо. А в этот раз я чувствую, что что-то царапает, что о чем-то я жалею. Я стала смотреть, о чем. И очень смешно. Выяснилось, что я жалела про то, что я никогда не была в Венеции. И жалела, что я не родила ребенка, не успела. И как бы с Венеции сразу, когда я выехала с войны, то есть я там, понятно, там две-три недели отлеживалась, у меня было физически очень плохое состояние. А потом просто взяла билет на поезд, заехала до Венеции. Просто жила у подруги, неделю там ходила всюду. У тебя осталось родить ребенка? Это в планах ближайших. Вот. Ну, просто видишь, тоже. Это такая насмешка судьбы, потому что я же как ребенок 90-х. У меня вот осталось вот это вот голодное время, что ты хочешь своему ребенку обеспечить максимальную безопасность. Ну, то есть вот там квартира своя. Понимаешь, там еда всегда есть, деньги есть, я рядом. Ну, то есть вот такие вещи. Вот. А сейчас получается, что вот когда я... Я очень много на это работала. Ну, то есть я там брала ипотеки с новой газетами и зарплатами. Это не просто ипотека. Вот. Брала ипотеки, делала ремонты, как бы думала, как я могу поменяться, чтобы лучше как-то быть потом с детьми. Вот. И в общем, я так вроде неплохо подготовилась. Я в этом году собиралась, собственно, ну, как бы все мои там близкие, там, и Муратов тоже знают про мой план. То есть я в этом году собиралась поступать на факультет фольклористики и параллельно как бы беременеть и рожать. То есть уйти там из работы там на год на два, вот, учиться и рожать. Я переспрошу, у факультета чего? Фольклористика. Фольклор. Это про девки спорили на даче? В том числе. Просто фольклор, я объяснила, у меня чисто функциональный, как бы... Ну, то есть я, в принципе, люблю фольклор, потому что это волшебство, но он еще очень функциональный большое значение для моей работы имеет. То есть фольклор — это, по сути, такой мощный нарратив, который даже при потере автора продолжает звучать. То есть понятно, что любую фольклорную, там, песенку, стишок, там, магический обряд или, там, я не знаю, что-то, неважно. То есть любой фольклорный текст у него был, как бы, автор, он, как бы, не с неба к нам спустился. Но это послание оказалось таким мощным по каким-то своим характеристикам, что уже даже забыли, кто автор, а текст живет и продолжает распространяться. — Я тут обнаружила, что мое любимое, известное мне здесь в электричной песне, я был батальонный разведчик, а он писаричка штабной. Я был за Россию ответчик, а он спал с моей женой, тоже есть автор. И, в общем, вполне себе, да, послевоенный автор, который-то написал, потому что мне казалось, что это какая-то дореволюционная песня. — Да, да, да. А я когда была на Донбассе первый раз, я же с двух сторон от линии фронта работала, там, 15-16 год. Я обнаружила, что с двух сторон от линии фронта пели одну и ту же песню. — Какую? — «Когда мы были на войне». Это такая казачья песня, у которой тоже, я на гугл, у нее есть конкретный автор. Вот, но вообще она, как бы, в народе звучит, как казачья песня, которую пели с двух сторон. Там такой сюжет, что когда мы были на войне, то каждый думал о своей любимой или о жене. Я бы тоже мог думать, но я не думал. Я просто сидел и курил, потому что, когда ты мне врала, ты отдала свое сердце другому человеку, поэтому я не думаю больше о тебе. Но когда я буду на войне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне, но только смерть не для меня, но только смерть не для меня, и снова конь мой вороной меня выносит из огня. — Вот эта песня «Двух сторон фронта» пели люди. — Ты была на двух сторонах фронта и тогда, и, собственно, сейчас. — Ну да. — Это гражданская война? Это брата-брата? — Ну, любая война гражданская, Оля. Ну, потому что любая война убивают в итоге люди. Не политики, которые не договорились друг с другом, а люди. Вот ты берешь, идешь, убиваешь человека. Или он тебя убивает. Понимаешь? — Трудно. — Последний вариант, который я была, это был очень давно, это были Чищенские, причем первые. Поэтому я уже так плохо помню это все. Ощущение, где-то была настолько, что к тебе. А что ты видела сейчас, где ты была? — Я была в Одессе, в Николаеве и в Херсоне, который на тот момент был, ну и сейчас как бы остается оккупированной территорией. Если вдруг вы не читали репортаж Елены Костюченко, оно бы еще успело опубликовать до того, как все случилось. То есть сейчас мои тексты перепубликовали коллеги. Их можно почитать на «Медузе», «Медиазоне», «Холоде» и в «Нью Таймс» на русском языке. И в журнале «Новая Польша» тоже на русском. — Ну скажи мне, вот эта война, ты же не можешь взять журналистское удостоверение и поехать там в штаб фронта. Не можешь этого сделать. И я не думаю, что если бы на любой стране узнали бы, что ты журналистка, что это как-то облегчило тебе твою работу. — Слушай, ну знали, что я журналистка, у меня было журналистское удостоверение, у меня было, через некоторое время я получила журналистское аккредитацию. Я ее показывала на блокпостах, и люди знали, что я журналистка, и люди помогали мне, собственно, потому что я журналистка. — Это с двух сторон, да? — С обеих сторон, да. — Обе стороны с тобой откровенные. — Ну, у меня не получилось откровенно поговорить с российскими солдатами в Херсоне. Я на тот момент уже узнала, что это есть, что похищают людей, похищают журналистов, активистов, людей, которые когда-то воевали в АТО, ищут СБУшников, ищут ведущих телеграм-каналов, митингующих, волонтеров. Похищают, избивают, допрашивают. Естественно, когда ты оказываешься в городе, где каждый день пропадают люди, ты как бы не можешь подойти к… Ну, в смысле, ты можешь, конечно, подойти к военному и сказать «Здравствуйте». Я, кстати, из «Новой газеты», давайте поговорим. Ну, это как бы такой маневр, один раз делаешь только. Вот, поэтому я делала по-другому. Я знала точки, где они стоят, и одна из точек была прямо перед областной администрацией. И туда подходили люди, херсонцы, которые хотели что-то сказать или спросить у военных. И я просто подошла, встала и слушала, о чем они говорят с херсонцами. И понятно, что там не было особой откровенности, потому что, видимо, солдаты, которые там поставили, им объяснили, как бы что говорить, что не говорить, как говорить. То есть их ответы звучали довольно всегда похоже. Но один раз, мне кажется, что я услышала настоящее. То есть там подошла девушка к солдатам, и она искала какое-то лекарство. Там в Херсоне все логистические цепи из оккупации были порваны, и не завозят лекарства в город. Это очень большая проблема, люди умирают из-за этого. И она искала лекарства, и ей там военный начал говорить, что это у вас мэр плохой, типа вот мы бы завезли лекарства, это он нам не разрешает, мэр российской войны не разрешает лекарства завозить. Вот. И она что-то тоже как-то, видимо, возбудилась и спрашивает этого военного. Говорит, а как вам вообще себя чувствовать оккупантами? И он говорит, я не оккупант, я ничего плохого не делаю. Он говорит, ну в смысле вы ничего плохого не делали? Вы когда сюда шли, вы убивали людей. И он так мне смотрит и говорит, я никого не убил. Она говорит, откуда вы знаете? А я чувствую, это вот здесь, он говорит, что я никого пока не убил. Пока. Очень много низовых инициатив, то есть там как-то в город протаскивались лекарства контрабандными путями, там детские продукты питания, какие-то кухни на районе готовили еду горячую, раздавали, какие-то предприятия маленькие, там вот, например, характерная история с чернобаевской фабрикой куриной, это, мне кажется, просто отрыв вошки. То есть в знаменитой Чернобаевке, помимо знаменитого аэродрома, есть еще и куриная фабрика? Не совсем так, она не совсем в Чернобаевке, в Чернобаевке раньше было ее отделение, сейчас это другая деревня, она как-то называется, высокая, веселая, я не помню, но там сейчас находится чернобаевская куриная фабрика. И когда брали российские оккупационные войска Херсон, Херсонская область, были бои в окрестницах фабрики, фабрику просто разготили, ну то есть разгромили фабрику, там нет электричества, нет воды, сжегся сарай с кормами, ну то есть вот ничего нет, и курицы, а их там был миллион куриц, это было большое предприятие, начали умирать. И вот, ну вот, твои действия, да, ты директор фабрики на войне, как бы вот весь твой актив как бы разгромлен, твои курицы начинают умирать. Что делает этот человек? Я его не знаю лично, просто очень хочу с ним однажды познакомиться. Я бы открыла клетки. Он берет куриц, всех убивает и идет, раздает их просто людям, просто как бы всем людям бесплатно раздает куриц. То есть их там в Херсон привозили, там шутки, что в каждом херсонском холодильнике побывала чернобаевская курица. Вот, ну то есть реально там приезжали грузовики, груженные курами, просто подъезжали под окна домов, люди спускались и разбирали эти грузовики, там фуриц себе. Там еще, там, когда началось какое-то мародерство, один магазин просто тоже открыл свои двери и сказал, не надо там ничего ломать, просто, ну такая ситуация, война, мы понимаем, вам нужна еда. Ну типа, приходите, заберите все, что у нас есть, нам окей с этим. Ну то есть вот такие моменты, понимаешь? А вот жестокость, да, с двух сторон? А что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что мы знаем здесь про Бучу, про Гастобель, про Ерпень, про Волноваху, про много-много что еще. Мы много видели ужасных кадров и много видели ужасных свидетельств. Ну конечно, я все время заглядываю на другую сторону, естественно, все время заглядываю, что говорит русская пропаганда, которая говорит, в общем, то же самое, только про преступления в украинских военах. А ты была и там, и там, ты мне скажи, ты нам скажи. Я не работала, как следует, с российской стороны. Ну то есть я заезжала только в Херсон, я заезжала на три дня, я не представлялась как бы местным военным журналистом. Поэтому я очень хотела поработать, посмотреть с другой стороны фронта. Я после Херсона должна была, собственно, ехать в Мариуполь. Я уже нашла способ, он сейчас уже не актуальный туда, так не заедешь, как я думала заехать. Но на тот момент был этот способ, и я собиралась ехать в Мариуполь работать. То есть, к сожалению, об этих планах стало известно ФСБ. И ориентировки на меня раздали на российский блокпосты. Я об этом узнала, к счастью, за сутки до выезда. Ну то есть я уже типа завтра должна была ехать, и сегодня я узнаю. Вот, поэтому я на самом деле, вот меня все хвалят, что я типа хорошо поработала. Я не чувствую, что я хорошо поработала. Мне очень-очень-очень важно было доехать до Мариуполя, смочь там работать в Мариуполе. А кто ты там была в следующий раз? В Мариуполе я была в 16-м году. А как вы думаете, что бы они с тобой сделали, если бы они тебя задержали на блокпосту? Отправили бы назад? Нет. Нет. А что? Ну и тут мы с тобой вступаем в сферу, которую я не хочу обсуждать на камеру. Ну то есть, понимаешь, если я еще скажу, что я знаю, какой у них приказ был, что я не просто знаю, что как бы есть такая информация. Закрываем. Да. Ничего хорошего. То есть, назад в Москву в поезде с букетиком ты бы не уехала? Ну, я просто не могу это обсуждать. Ну, окей, тогда это будет мое собственное заключение, не имеющее никакого отношения к реальности. А почему им было так важно не пустить именно тебя именно в Мариуполь? Ну, видимо, потому что они увидели, что я успела сделать за три дня в Херсоне. Я за три дня в Херсоне очень много с Натальдой сделала. Я нашла секретную тюрьму, в которой прятали российско-оккупационные войска похищенных ими людей. Понимаешь? Я нашла, я прямо установила адрес этой тюрьмы. Я была там. Они не ожидали, что у меня получится. Я пытаюсь поставить себя на твое место. Ты пишешь книгу. Да, да, да. Мягко говоря, есть чем заняться. Ты много лет на этой войне. Но ведь если ты не сможешь попасть на эту войну, как ты будешь жить? Тебе же надо работать и писать. Ты не сможешь... Ты не можешь сейчас вернуться ни в ковидный госпиталь. А твои ковидные госпитали, мы помним, твои репортажи. Я думаю, все люди, умеющие читать, помнят твои репортажи. У тебя кончился ковидный госпиталь. У тебя может закончиться твоя война. Что дальше, Лена? Оля, я не знаю. Я придумала после книжки, я себе придумала еще работу на полгода. Ну, то есть, вот ту работу, которую я могу... Которая важная, и которую я могу делать вне России. Потом мне, конечно, надо ехать в Россию. Фольклор. Ну, фольклор как бы уже все. Понятно, что хуйня не фольклор. Ну, надо ехать в Россию и искать возможность работать внутри России. Ты в своем уме? Хуйня на интервью. Мне очень нравится. Ну, то есть, нам мало, нам мало всех журналистов, всех наших коллег, занесенных в списки. Ну, предатели, само собой, все списки предателей. Это, что это значит, дальше нечем хвастаться. Все иноагенты, все предатели. Но у нас же есть еще и объявленные в розыск, с арестованным имуществом. Все это наши коллеги, которых мы с тобой видели, там, я не знаю, 3 дня назад. У меня не очень много имущества. Ну, то есть, они, конечно, могут арестовать. Да бог с ним с имуществом. Просто розыск – это другое. Это труба. Понимаешь? И мы все перестанем заниматься своей работой. Мы все перестанем заниматься, ну, чем-то важным, чему занимаются, там, беженцами, там, русскими, сущими. И будем смотреть, как если человека везут в тюрьму и как-то переживать, пытаться тебя выцарапать, нам делать, что ли, больше нечего. Котики, ты не переживайте за меня так сильно. Нет, ну, как не переживайте? А ты могла бы как-то не возвращаться в Россию? А что я буду делать в ней в России, Оль? Вот, как бы, я репортер. У меня очень прикладная, простая специальность. Я профессионально смотрю и слушаю, и потом пишу про то, что я увидела и услышала. Я не аналитик. У меня нельзя загрузить там много книжек, чтобы я потом выдала какую-нибудь колонку на злобу дня. Я так не умею. Я, как бы, тупая, понимаешь? То есть, мне надо вот смотреть и писать. Да, я верчусь все время, да, потому что мне хочется вообще вскочить. Кинь меня. Я просто так устроена, понимаешь? И, как бы, ну, и еще я устроена так, что для меня нет ничего важнее, чем Россия. Ну, в смысле, вот, мне не одна, а другая там страна не волнует так, как Россия. Ну, сейчас каждый фсбшник записал себе в книжечку. А еще-то Костюченко возвращается, значит. А ты флажок поставь. Может быть, может быть, не стоит это все. Костюченко. Ты не больше это всем говоришь. Ну, я, как бы, лично про это не говорю пока. Ну, я просто так расслабилась там, так хорошо сидела. Ну, вот, вот, как бы, ну, я, у меня есть, что делать полгода. Я придумала себе работу на полгода. Ну, вот. Ну, потом она закончится, эта работа. Да, но ты можешь поехать в Украину. Наверняка можешь поехать. Я могу поехать в Украину. Ну, так поезжай. Да. Что тебе повелось? Может быть, может быть, поеду в Украину. Вот. Умница. Умница, дочь. Вот, 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 да. Нет, Оль, я просто не знаю. Понимаешь, что, как бы, я, как сказать, сейчас скажу, ну, вот, сейчас, потом опять же будешь говорить, мы не можем это, это. Украина, это очень важно, но Россия, это тоже очень важно. И то, как там сейчас живут люди, мы, как бы, хуйняем. То есть, там осталось очень мало журналистов сейчас, понимаешь. И это гигантская, гигантская страна, которая погружается в фашизм. И она совершенно не освещена. На канале МЫР мы показываем, что происходит в России два раза в неделю, как минимум. Посмотрите наши репортажи, если вдруг не видели. Из Екатеринбурга, из Рязани, из города Боровска. Бог знает откуда. Посмотрите. А, из Москвы, конечно, из Питера. Это Россия сегодняшняя, которая не показывает по вашему ебаному телевизору. Простите. Вырвалась. Да. А, Лен. А ты счастливый человек. Да. Тогда удачи тебе. Вот делай, что хочешь. Хочешь? Да, хочешь. Чего ты, собственно... Никогда никого не слушала. Никогда. Я думаю, ты Муратова никогда не слушала. И в 17 лет была ты там, Казуй. Чего тебе говорить. Ну, все-таки так чуть-чуть. Береги себя. Думаю, чуть-чуть. Я буду. Чуть-чуть буду. Ну, просто потому, что нам нужно тебя читать, слушать. И... Детский процесс делал, конечно, очень долго. Тем более, ты только сядешь писать. Книжка — это круто. Удачи. Спасибо. Да, мне кажется, что сейчас как раз самое время как-то вглядеться в то, что мы из себя представляем. Потому что, знаешь, это то, на чем многие сейчас горят. Я и хочу понимаю, потому что это очень соблазнительный способ думать. Когда вот есть как бы вот ужасный Путин, а есть очень хорошие мы. Понимаешь? И то, что как бы фашизм в России начался не 24 февраля. Конечно. И что это все было постепенно. И что хорошие мы как-то с этим жили все эти годы. Там карьеру строили. Там кто-то бар открывал, кто-то спектакли делал. Ну, то есть все как бы нормально жили. Понимаешь? Просто мне правда кажется, что очень важно сейчас пристально смотреть в Россию. И то, что многие иностранные компании сейчас отозвали своих корреспондентов из Москвы, из Петербурга, просто потому что не чувствуется, что в безопасности люди находятся. Это очень плохо. То, что все российские СМИ независимые, либо закрытые, либо заблокированные, либо как бы команда релацированная и пытается что-то новое изобретать. Это катастрофа. Поэтому, конечно, самое важное вот сейчас для меня, да, как для журналиста, это иметь возможность смотреть внутрь России. Я надеюсь, что у меня эта возможность будет. Я ничего, кроме этой возможности, не прошу. Вот как бы у Бога, у судьбы мне как бы больше ничего не надо, вот, потому что все остальное у меня как бы есть. Ну, то есть я найду, где это выпустить. Я напишу текст, я буду много работать. У меня есть любимые люди, которые меня поддерживают. Мне просто нужна, нужна эта возможность. И я надеюсь, что она у меня будет и все получится. А я думаю, знаешь, правят наш совершенно непонятный и безумный, и неприятный спор уехавшей-оставшейся. Что делают уехавшие, я понимаю, я сама уехавшая. А вот оставшиеся люди с мозгами, с умением наблюдать, с умением писать, уникальная возможность, пишите, пишите, что видите. Это так важно, и это шанс вообще огромный для вас и для нас передать нам то, что вы чувствуете. Спасибо. Спасибо.